В Министерстве обороны Украины сообщили, продолжают переговоры по участию инструкторов из стран-партнеров, в том числе Франции, в подготовке украинских военнослужащих в Украине. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение, из сообщения Министерства обороны Украины в Facebook. Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждаемых после конференции по поддержке Украины, созванной президентом 26 февраля. Как и все проекты, обсуждавшиеся тогда, этот остается предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей. Из комментария Министерства обороны Франции, агентству АФП. В середине мая The New York Times сообщила, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов и подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники. Глава Объединенного комитета начальников штабов США назвал отправку инструкторов НАТО в Украину неизбежной. Со временем мы этого добьемся, уверен Чарльз Браун. Впрочем, в Альянсе обсуждают не только помощь с подготовкой украинских военных. Страны Балтии и Польша могут развернуть свои войска в Украине, если Россия достигнет прорыва на фронте, сообщает Дэр Шпигель. То, что Польша не исключает возможности отправки своих войск в Украину, подтвердил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Сикорский не уточнил, какую роль будут играть польские войска, хотя союзники Украины по НАТО обязались снабжать охваченную войной страну деньгами и оружием столько, сколько потребуется для отражения российского вторжения. Из публикации агентства Reuters. Эстонское правительство обсуждает возможность отправки войск в Украину для выполнения задач в тылу, чтобы помочь Киеву высвободить резервы для отправки на фронт, утверждает советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности. Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать. Мадис Ролл. Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности. В интервью порталу Breaking Defense. Вопрос отправки войск в Украину может решаться в двустороннем формате, считают эксперты. Североатлантический альянс, как институция, не планирует разворачивать свой контингент в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО. По его словам, сейчас союзники работают над координацией подготовки украинских военнослужащих и, самое главное, над поставками Киеву вооружений. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле планируют принять решение о создании постоянной структуры для организаций и финансирования таких поставок, сообщил Генс Столтенберг. Должна быть также плановость, понимание в среднесрочной перспективе, поэтому и предлагаются такие инициативы в будущем в рамках НАТО. Рамштайн – это ад-хок формат, который был создан, то есть временный, но который также показал свою эффективность. Будем надеяться, что те форматы, которые внутри НАТО могут создаваться, они, во-первых, более быстро создадутся, они только в дискуссиях, но и второе – это также наполнение этого формата конкретикой. Я думаю, что это будет также нелегко внутри НАТО быстро договориться об этом. Обсуждают в НАТО и возможность взять под защиту небо над западными регионами Украины с помощью зенитных комплексов военного блока, пишет Билд со ссылкой на источники. Такая поддержка союзников помогла бы Киеву компенсировать дефицит противовоздушной обороны и не означала бы втягивания НАТО в войну, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. Субтитры создавал DimaTorzok